Доброе воскресное утро всем! Воскресенье сегодня. Время у нас 10 часов утра. Я сегодня уходно завтракаю. И одна так уж сложилась сегодня. На завтрак у меня овсяна блин. Делала я его сегодня тоже с двух яиц. Он вот такой вот у меня пышный, пышный, пышный. С сыром шоколадным рикотто и сверху посыпала еще тертым твердым сыром и сварила в кофеварке кофеек. Не стала уже весь этот процесс показывать. Сейчас позавтракаю и мы с вами снова увидимся. Поэтому всем, кто сейчас завтракает, я желаю приятного аппетита! А за окном у нас такая серость, такая промозглая погода, что это первые выходные, наверное, когда я никуда не выходила из дома вообще. Ну, кроме того, что вот вчера с Игорюшкой с утра по делам съездили и все. Думала сходить пошопинговать, но не пойду. Дома так хорошо, поделала немножко домашние дела. Сейчас буду обедать. А вот дети пошли гулять. Ну, дело молодое, пусть гуляют, дышат свежим воздухом. Ну, а у меня обед. Вот такой вот картошечка с котлетками. Захотелось вареной свеколке простую поесть. Ну, и куда же без кофеечка? Кофеечек у меня вишня-шоколад из магазина Кантата. Так что всем, кто обедает, приятного аппетита! Я в комнате обедаю сегодня. Игорешка на кухне колдует. Мы к нему обязательно в гости еще зайдем. Посмотрим, какие он нам вкусности готовит. И, кому интересно, оставайтесь с нами. В общем-то, ничего такого, может быть, не будет происходить в этом воскресном влоге. Но все очень просто, обычно и по-домашнему. Идем к Игорешке. Заглянем к нашей дорогой редакции. А здесь, как всегда, все вкусно, интересно. Игорешенька, я знаю, что ты тут делаешь печеночный тортик. Ура! Я его так люблю. А еще его очень ждет Лесси. Лесси, привет! Будет тебе печеночный торт, да? Ой, завтра на работу возьму. Сегодня даже аж написали напоминание в WhatsApp. Не забудьте выложить из морозилки печенку. А еще будет начиночка, прослоечка между вот этими вот лепешками. Но мы вам покажем потом, как будем собирать печеночный тортик. Тесто на этот торт делается очень просто. Печенка освобождается от пленки, естественно. Правильно говорю, Игореш? То есть чистится, перемалывается через мясорубку. Добавляется солька, перчик по вкусу, яичко, мукичко. И все это вот до такой вот констинстенции. Короче, все вот до такой вот однородной массы. И все, и выпекаются вот такие вот блинчики. Потом все это собирается в тортик. Этот процесс мы вам покажем. Мы приступили уже к сборке нашего печеночного торта. Как бы начинка у нас это пережаренный лук, морковь. И перемешано все майонезом. Вот таким образом будет собираться весь тортик. Вот сколько блинов у нас получилось. Ну и так далее. Потом покажем вам торт уже в готовом виде. Девчули-мальчули. Вот такой вот печеночный тортик. У нас вкусный. Получился такой высокий. Вот. Очень-очень вкусный. Лесси, вот сижу и думаю, останется ли тебе торт или нет. Видишь, уже какой большой кусок съели. Это вот хочу показать вам его в разрезе, девчули-мальчули. Вкусненький получился. Такой вкусненький. Вот сидим и пробуем. Лесси. Ну, теперь главное, чтобы тебе досталось. Кто не знает, девчонки, то у меня на работе есть Лесси, девочка такая. Она этот печеночный торт с июля месяца, наверное, ждет. И вот только мы до него добрались. Лесси, ты мне звони, если что. Еще раз. Лесси, ты мне звони, если что. А то ее полно... Я думаю, она будет довольна, Игорешенька. У нас вот даже Денечка не ел-не ел печенку, а вот печеночный тортик-то попробовал, да? Еще сейчас половину съешь. Еще даже половину съешь. Вот на здоровье. Вот видишь? Половину торта, а не кусочек. Половину торта? Лесси, я же говорю... Лесси, тебе вызов. Лесси, Лесси, прием. Всем большой-большой привет. А у нас уже вечер понедельника. Я иду домой с работы. И решила сегодня через Дикси, ну и, наверное, по пути зайдем во вкусвилл. Посмотрим, что там. Давно там не была. Посмотрю, может быть, что-то куплю. Вроде так мы не любим эти понедельники, а он так быстро закончился. Ну, в общем, вот он уже мой Дикси-магазин. И недалеко пусть светит. Смотрите, как стало быстро, девчонки, темнеть. Только-только было светло. Вот из магазина выхожу, уже темно. Покажу вам, что купила в Дикси. А сейчас иду в свой любимый вкусвилл. Давненько там не была, уже соскучилась по магазину этому. Во, как уже темно, девчули. Все, бегу-бегу-бегу домой. Сейчас покажу вам, что купила. Попьем с вами кофейку, как всегда. И немножко поболтаем. Ну, еще раз всем большой привет. У нас вечер понедельника. И небольшой обзор покупок. Я только что пришла домой. И где я была? Я была в магазине Дикси. И заходила в магазин вкусвилл. Что я купила в магазине Дикси? Ну, как всегда, живой кофе. Кстати, в прошлый раз, когда я вам его показывала во влоге, этот кофе стоил 117 рублей. Сегодня он стоит уже 159 рублей. Но, в принципе, 159 рублей – это его обычная цена. И вот, как я его храню. Ну, то есть, вот прищепочки тоже как-то, кукурузинки я вам такие показывала. И вот так защипляю, чтобы не выветривался запах. Итак, купила, значит, кофе. Купила кондиционер. Вот такой вот кондиционер. Жемчужный пион. В фикс-прайсе. Стоит такая бутылка 99 рублей, 99 копеек. А здесь, в Дикси, я купила за 109 рублей. Ну, тоже ничего. Просто у меня закончился кондиционер, а без него никак. Далее конфеты в нашу волшебную вазочку. Твикс. Вот, и нет такого, чтобы, девчонки, у меня вот эта вазочка была пустая. То есть, вот она уже пустеет. И, как Алинка говорит, мам, становится грустно. Становится грустно, вазочка пустеет. Нам нравится, когда, знаете, у нас вот тем более сейчас, когда скоро Новый год. И вот чтобы это ощущение Нового года было сильнее, вот здесь в вазочке всегда должны лежать конфеты. Вы знаете, нет-нет. И дорогая редакция подойдет и сладюшечку съест. Ну, а про детей я вообще молчу. Они ее опустошают со скоростью звука. Да, и на здоровье. Потому что я к ним равнодушна. Значит, конфеты Левушка Твикс. Купила вот такой вот мягкий творог 5% данон. Две упаковки 52 рубля за каждую. Я хочу сделать с вами как-нибудь суфле. Это такой вот ПП-десерт. Давно мы его не делали. Попробуем вместе сделать. Это вкусно. Ну, и как вот это называется, люлюшка была в магазине. Я не могу пройти мимо органайзеров, корзиночек, коробочек. В общем, вот. Вот, посмотрите. Две одинаковые корзиночки. Вот эти корзиночки я не знаю, для чего я буду использовать. Цена одной корзиночки 59,99. То есть, ну, грубо говоря, 60 рублей. Возможно, вот эту буду использовать. Ну, пока, наверное, может быть в качестве, я не знаю, может быть, хлеба. У нас хлебницы, кстати, нет к моему стыду. Ну, не знаю. Пока не знаю. В общем, купила две. А вот эти вот корзиночки я точно знаю, где я буду использовать. Это две одинаковых корзинки. Цена такой корзинки 109,90. 110 рублей, грубо говоря. Это для специй. Но пока, пока у нас нет новой кухни, пока мы еще все в старой квартире. Здесь вот она, видите, вот это, вот прищепочка такой держится, это разделители. И вот здесь сколько отделений. Раз, два, три, четыре отделения. То есть, давайте даже сейчас сразу продемонстрируем, как это будет выглядеть. То есть, у меня вот, если вы посмотрите, я вам показывала в специях, ну, вчера просто выходные были, да. Вы знаете, у меня по выходным здесь командует Игорешка. Ну, вот мне не очень нравится вот такой сюжет, да. Вот хочу сделать одну коробочку. Я, в принципе, примеряла. Они умещаются. Одну коробочку для новых. Одну коробочку для уже начатых специй. Вот. И, наверное, все-таки не сейчас я это сделаю, девчонки. Я вот когда там разберу, я вам и продемонстрирую, как это будет выглядеть. Просто, чтобы понять, что это за органайзер, сейчас мы с вами просто один попробуем. Так, вот эти разделители. Вот. Они вставляются вот в эти вот отсеки. Так, еще попасть. Вот так это выглядит. Вот. То есть, вот самые крайние отсеки, они побольше. Здесь вот поменьше. Но, учитывая то, что упаковки, вот если взять упаковку, они, в принципе, тоненькие, то, ну, вот так это будет выглядеть. Вот так. То есть, ну, более эстетично, наверное, да. То есть, я вот постараюсь сегодня вам это продемонстрировать, показать. Вот таких вот купила два органайзера для специй. Вот представляете? Ну, это, наверное, уже болезнь. Дальше я заходила в магазин вкусвилл. Как всегда, я уже из него не выйду без вот такого слоеного десерта. Очень мне нравятся эти печенья. Вы попробуйте. Их можно. Я вот их ем и как хлеб, использую, как хлеб, и как десерт. То есть, я могу намазать одну такую печеньку тем же сыром рикотта шоколадным, той же пастой, вот я показывала, крем-фиш или антарктик-крилем. Могу кусок сыра положить, могу кусок колбасы положить на вот это печенье. То есть, и в хвост, как говорится, и в гриву. Дальше купила два вот таких манго. Сейчас, кстати, вот у меня пока кофе остывает. Я вот вам все сейчас покажу, расскажу, и будем пробовать с вами. Манго попробуем. Не смотрите, что вот такой товарный вид и цена ее соответствующая здесь. Стоит одно такое манго 77 рублей 42 копейки. Ну, почти 78. И купила вот такой вот сыр с голубой плесенью. Решила попробовать. Я, кстати, поставила и на этот сыр любимый продукт на неделю. То есть, в следующий раз, когда в течение недели до 18 ноября я захочу пойти во вкусвилы купить этот сыр, продаваться он уже будет с 20% скидкой. То есть, 20% скидка будет на этот продукт. И купила вот такой вот микс салат. Я его обычно делаю с соусом Цезарь. Алинка добавляет иногда еще помидорки черри в этот салатик. Кусочек курицы, кстати, у нас вот есть куриные отбивные. Может быть, она себе их и... И получается вроде как салат Цезарь. Ну, вот такие вот, девчули, покупки. Давно я не делала уже обзор покупок. И сейчас у меня уже, в принципе, готов кофе. Поэтому я всех приглашаю к чаепитию или кофепитию. И попробуем с вами как раз вот этот сыр. Потому что такой сыр в магазине вкусвилы я еще ни разу не брала. И простите, пожалуйста, меня, что я была за кадром. А вот и я, мои друзья. Давайте-ка начнем. Вот кофеек у меня уже совсем-совсем остыл. Давайте начнем с сыра. Хочу попробовать. Я никогда не покупала именно этот сыр. Ну, вообще, признаться, я его... Это так, удовольствие-то, в принципе, не дешевое. Поэтому покупаю я такой сыр. Признаться, вообще, в принципе, сама крайне редко. Вот захотелось просто попробовать. Вот взяла и попробовала. Сейчас полностью его открою. Я потом просто в пищевую пленку его положу. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Вот так это выглядит. Давайте пробовать. Ну, специфический вкус, конечно, да, вы понимаете, сыр с плесенью. Но сразу хочу сказать, по мне, именно вот этот сыр очень соленый. Вот как я его люблю есть. Я его вот буквально совсем чуточку разрезаю. Разрезаю. Вот так. Получается такая, знаете, как бы кашка-малашка немножко. Беру зубочистку. Или вилку. И вот так. И пробую. Он свежий. Он, в принципе, вкусный, потому что, говорю, на любителя. Вот у меня дети такой... Алинка, по крайней мере, такой не ест. Вот. Сыр с плесенью. Название говорит. А еще я могла, знаете, тоже такой вот сыр с плесенью и с ягодами. Черничный. Он такой имеет сладковатый вкус. В принципе, мне нравится. Достаточно много здесь ее. Цена такого сыра 199 рублей. Сейчас скажу, сколько здесь грамм. 100 грамм. Сейчас попробуем с вами еще. Правильно разделать манго. Я его уже помыла. Манго я тоже очень люблю. Но, признаться, фрукты ем очень редко. Очень редко. Это плохо. Ну вот, небольшой кусочек сыра отрезала. В принципе, арсклумину сбила. Соленовато все равно как-то для меня. Я его ем редко, не знаю. Ну и, как я уже говорила, вот с этими вот печеньями, слоеный десерт, можно есть все, что угодно. В данном случае у меня крем-фиш, кальмар. Сюда можно намазать и антарктик-криль, и любое там джем, повидло, я не знаю, что еще. Сыр любой. Можно положить кусок сыра, кусок колбасы. Это очень вкусно. То есть, я использую это и вместо хлеба, и как десерт. Вполне себе. Кстати, девчонки, у меня, наверное, вот этот влог полностью получится смешанный. Воскресенье и понедельник, потому что вчера что-то как-то... Я же в эти выходные никуда не выходила, поэтому, собственно, ни шопинга, ничего, никакого ни обзора, ничего такого не было. Поэтому, наверное, вот этот влог я объединю. Воскресенье и понедельник. Еще хочу показать вам одну штучку, интересную она у меня в комнате. Показывать это надо будет в комнате, что я сегодня приобрела через интернет-магазин. Сейчас допью кофе. Мы с вами попробуем съесть манго. Как-то учили меня его по-особенному разделывать. Покажу вам, если у меня получится. Ну, а мне прям не терпится уже попробовать манго. Обычно, знаете, вот когда покупаешь манго в магазине, оно такое вот твердое. Не знаешь, какое оно будет вкусное, не вкусное на вкус. Это видно прямо, оно мягкое-мягкое, но немножко может быть утерян какой-то там, я не знаю, внешний вид. Вот. Но я думаю, будет вкусно или очень вкусно. Давайте попробуем. Насколько я знаю и видела, в Инстаграм, по-моему, где-то вот видюшечку небольшую выставляли в интернете, на Ютубе, когда кто-то что-то готовил, помню, выставляли. И вот как его правильно чистить. Там же внутри косточка большая. И мы разрезаем одну сторону, правильно? Чтобы не напоролась я на косточку. Во, получилось. Так. И точно так же я, по-моему, должна разрезать вторую сторону. Получилось! Ура! Далее, что мы делаем? Ой, действительно, зрелый-зрелый пахнет. Дальше мы вот в этих, держа так манго на ладони, делаем вот такие квадратики. И поглубже. Все. И, в принципе, манго готов к употреблению. Вот так вот меня учили чистить манго. Проделываем то же самое со второй долькой. Поглубже, прям вот до конца проводим. Так. И здесь такие вот квадратики. У меня они совсем ровные. И выворачиваем как бы его. Выворачиваем. И вот так вот удобно его есть. С этим все понятно. А что делать вот с оставшимся? Там же вот косточка. Как бы нам его найти? И вот так вот так вот удобно его есть. И вот как бы тут уже сложнее. Тут просто выгрызать, наверное. Или чистить его. Само манго. Лучше, наверное, все-таки, девчонки, не делать ошибку. А вот так почистить, освободить от кожуры и просто съесть. А на самом деле манго очень вкусный. Вкусная. Очень спелая. Ммм. Ну вот как-то так. А сладкое какое. То есть вот кто не знал, вот так вот оно чистится. Вот смотрите. Вот что получилось с этой долькой. Ее было очень удобно есть. Вот эту я не осилила. Фрукт очень сладкий. Не ж могла съесть. Сладко-приторный, но вкусный. Вот. Эту получилось очень удобно выгрызать. Здесь даже можно поводить чайной ложечкой при желании. А вот она большая косточка. Вот та долька, которая осталась. Вы простите, что я так показываю. Ее, можно сказать, я тоже так обмусолила, обгрызла. И вот что получилось. В общем-то, могу сказать, что ничего здесь, собственно, не пропадет из мякоти. Вот она. Это уже косточка. Вот. Ну вот тут вот немножко осталось. Ммм. Вот. Вот такая вкуснота. Поэтому я наоборот люблю покупать манго, когда оно очень-очень мягкое. Очень удобно с ним работать. Даже вот так вот украсить что-то. Или какой-то десерт сделать. Или просто съесть, когда оно мягкое. Ну а сейчас я вас приглашаю в комнату. Помнится, я вам хотела показать, что я приобрела в интернет-магазине. Думаю, вам понравится. Ну что ж, пойдемте. Итак, что я вам обещала показать. Ну, вот такие вот тут есть интересные штучки, которые я, честно говоря, про них вообще даже забыла. Мы заказали их. Как-то что-то сидели на работе, обедали. В инстаграм ленту просматривали. И в рекламе вышли вот такие вот штуки интересные. И мы что-то с девчонками решили. Дайте, думаем, попробуем заказать. Заказали. Они, конечно, к нам долго шли. Вот. Но на самом деле, что же это за такие железки непонятные? На самом деле, это вешалки. Вешалки. Цена такой вешалки одной – 211 рублей. Вот здесь вот шесть отсеков. На самом деле, эти вешалки нужны для более удобной организации пространства в шкафу платяного отдела. Вот я сейчас покажу, как это будет выглядеть. На самом деле, не пробовала еще, не знаю. Сейчас вместе с вами будем смотреть. Ну, мне кажется, должно быть удобно. Покажу, как она вообще работает и как она действует. Ну, например, возьмем и попробуем, например, хотя бы двух вешалок. Я на самом деле взяла две себе, две детям. Ну, в частности, Алинки. Да? У нас же у девочек всегда много всего. Так. Ну, вот смотрите. Вот как это выглядит в шкафу сейчас. Я специально направила сюда свет. Вот. Ну, как бы есть еще место. Есть, конечно, место, да? Вот. Ну, хочу сказать, что это только мои вещи. И то еще, как бы, не все, конечно. Вот. Давайте попробуем организовать пространство в шкафу с помощью вот этих вешалок. Я, честно говоря, не знаю, как они называются. Вот. Но кому нужно, вы напишите в комментариях. Я обязательно узнаю. Может быть, даже дам ссылочку, где их можно приобрести. Одной рукой буду пытаться делать. Другой снимаю, не совсем удобно. Значит, вешаем мы эти вешалочки вот таким образом. Вот. Вот одну вешалку повесили. Что мы делаем теперь? Теперь мы делаем вот что. Один. Два. Три. Хочу сказать, что это как бы все примерно, как вы у себя это организуете. Это, конечно, дело каждого. Четыре. Пять. И шесть. Вот. Я уместила здесь. Вот они красиво, удобно висят. Да? Сейчас мы повесим вторую такую штангу. Будем их называть такие штанги. Итак, вешаем вторую штангу. Кому-то, может быть, они покажутся совершенно неудобными. Но, как мне показалось, это очень здорово. Так. Вот у нас готова вторая штанга. И заполняем вторую штангу. Раз. Два. Во-первых, они как-то все более красиво висят. Да? Расстояние между ними. Все понятно, что где. Я еще не разбирала полностью свои вещи здесь. Так. Вот немножко другая, потолще. То есть, в принципе, здесь для любой вешалки. Да? И еще одну вешалку заполняем. Вот смотрите. Вот. Очень большое пространство между ними, что очень удобно. Да? И вполне здесь поместится еще одна вешалка. Такая же штанга. Вот сюда, если ее повесить. Но чем она удобна? Смотрите, девчонки. Легким движением руки. Легким движением руки мы делаем просто вот так. Просто берем и снимаем. И у нас получается вот что. Смотрите, сколько освобождается места. И вот у нас висят. Также мы видим, что у нас где. Ничего не мнется. Абсолютно. Смотрите, то же самое мы проделываем с этой вешалкой. Легким движением руки. И вот у нас, вот у нас, смотрите, как это выглядит издалека. Смотрите, сколько висит вещей. Да? Сколько висит вещей. И сколько вот у нас места. То есть, смотрите, насколько они все-таки удобны. И так же у нас ничего не мнется. Так же у нас все хорошо видно. Захотели повесить? Легким движением руки, пожалуйста, повесили. Таким же образом на эти вешалки, ну, если кто захочет приобрести, вот там в рекламе все очень четко показывается. Таким же точно образом на эти вешалки можно вешать различные сумки, пояски, там, я не знаю, какие-то аксессуары. Ну, все что угодно. Посмотрите, сколько освобождается места. То есть, здесь еще две вот таких штанги можно повесить. И сколько будет места. Потому что, ну, в этих шкафах постоянно, постоянно, ну, просто я говорю, это у меня еще не все вещи. Потому что именно потому, что мало места, их очень неудобно держать все в шкафу постоянно. И то у меня, вы знаете, у меня на одной вешалке бывает вот по два платья висит. Вот смотрите, на одной вешалке по два платья. И так бывает зачастую. Или по две кофты. Вот сейчас мы повесим их, секунду, обратно. Вот. Или вот-вот, например, здесь две кофты висит. Потому что и вешалок как бы, и вешать место занимает. А вот здесь аж три кофты. Вот раз, два, три. Поэтому вот с помощью вот этих штанг, мне кажется, вполне можно навести комфортно, развесить вещи, навести порядок. Мне кажется, это очень здорово. Просто. Посмотрите сразу, сколько места. Хотите, в эту сторону снимите. Вот так. То есть, как ни крути, мне это дело очень нравится. Я заказала всего четыре. Напоминаю, стоимость одной такой вешалки стоит 211 рублей. Вообще ни о чем. Две вот обещала Алинке отдать, две себе. Но понимаю, что две мне мало. Поэтому, да думаю, ей будет мало. Поэтому думаю, заказать еще. Еще раз показываю, как это все висит. Как это комфортно, как это все аккуратненько. Но я довольна. Вот такую вот штучку хотела вам показать. Ну и еще в конце, наверное, этого влога покажу, как я организовала приправки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот я и навела порядок в приправах. Все это, конечно, понятно, в этой кухне временно. Но ничто так не бывает временно, как постоянно. Вот и пригодились мне два контейнера. Они четко сюда встали с разделителями. Вот эти разделители. Очень удобно. И в левой части я разложила новые приправы. В правой части приправы, которыми мы уже пользуемся. Далее, здесь у меня уместились вот такие вот приправки, которые по размеру не подошли в контейнер. Да, здесь глазурь, лимонная кислота, кунжут и лавровый лист. Главное, что теперь все это надо рассказать дорогой редакции. Здесь вот такая вот приправка тоже я нашла ей место, чтобы место, пространство не пустовало. Это сахарная пудра хорошо здесь уместилась. И здесь у нас коробочки с бульонными кубиками. Очень удобно они здесь расположились. Далее. Итак, левая сторона, где у нас расположились новые приправы. Вот большой отсек, большой с этой стороны. Здесь все новенькое для выпечки. Дрожжи, разрыхлитель, ванилин, желатин. Вот такая даже посыпка есть. Агар-агар. Где-то тут у меня был новый агар-агар. Вот он, да. Агар-агар. Это все. Вот этот вот весь отсек. Вот этот он весь для выпечки. Ну, а далее просто приправки. Я их немножко вот так вот здесь завернула, потому что в таком положении, если их вот так оставить, плохо будет открываться и закрываться этот шкафчик. А так просто, ну, можно вытащить, посмотреть, что это. Приправа к свиному мясу, например. Далее. Красный перец сладкий. Далее. Смесь перцев. Опять спесь перцев. Ну, и так далее. Вот. А здесь, вот в большом отсеке с этой стороны у меня именно такие приправки, которые можно и в первые, и во вторые блюда. Такие как лавровый лист, вегетто. Все хорошо видно. Это у нас приправа для курочки. Тут же вот курица нарисованная. Чего это я? Так. И вот такие вот приправки в пакетиках тоже сюда удобно поместились. Это новые приправы, которые не открыты. Потому что открытые приправы, естественно, мы таким образом горизонтально не положим. И правая сторона, где уже начатые приправы. Здесь я не стала делить, где перец, где рыба. Пока. Потому что здесь всего по чуть-чуть. Вот. Возможно, в последующем можно будет это и рассортировать. Ну, вот как мы видим, для рыбы приправа. Перец горошком. Перец молотый черный. Точно так же в большом отсеке здесь все для выпечки. Только начатое, да. То есть мы видим разрыхлитель. Ванилин. Все это при желании аккуратно. Сахарная пудра будет доставаться. Все видно, все удобно. Здесь вот корица. То есть, ну, вот таким вот образом. И здесь вот у меня еще с Турции я привозила оставалась приправа. Мы просто, они жили на даче. Мы их забрали сюда. Вот так вот сверху положу. Она тоже, в принципе, не создает чувство бардака. Все удобно можно поднять и достать все, что нам нужно. Ну, вот таким вот образом это все выглядит. Мне кажется, стало намного красивее, эстетичнее и интереснее. Ну, и вот так это все выглядит сейчас. Мне кажется, так гораздо лучше. Как вы считаете, места, в принципе, еще много. Можно что-то доложить еще. А потом одни приправки будут заканчиваться. Отсюда будут переставляться сюда. Сюда будут докупаться. В общем-то, очень даже мне этот сюжет нравится. А вам? И на этом я наш воскресно-понедельничатый влог буду заканчивать. Всем самого всего доброго и хорошего! Вот так вот.